В начале сегодняшнего аппаратного совещания Загир Гаджиш Баташа, первый заместитель главы администрации района, поблагодарил всех работников администрации за активное участие на выборах. О прошедших мероприятиях в районе и за пределами района информировал Мустим Али Султан, управляющий делами. На двухнедельные курсы повышения квалификации по программе «Предоставление эффективности представления государственных и муниципальных услуг» Центр повышения квалификации и переподготовки руководящих работников и специалистов Дагестанской и подсказно-технических университет направлены Амирханов Абдул Амирович, ведущий в столице отдела имущественных отношений, Педжамалдинова Алия Руслана, столица второй категории, отдела по работе с обращениями граждан и делопроизводства администрации муниципального района. Глава Курского муниципального района Ставропольского края Калашников Сергей Иванович направил благодарственное письмо на имя главы муниципального района Салавы Женовича Печи за активное участие в творческих коллективах муниципального района в фестивалях и мероприятиях Курского района Ставропольского края, активную гражданскую позицию в поддержке и сохранении добрососедства, меры и взаимного уважения между регионами Северо-Кавказского федерального округа. 13 сентября в заседании районной администрации состоялось торжественное собрание активного муниципального района, посвященное Дню Единства Народов Дагестана. Открыл торжественное собрание глава муниципального района Салавы Женовича Печи. В торжественном мероприятии приняли участие руководители и работники структурных подразделений администрации района, федеральных органов, территориальных органов исполнительной власти Республики Дагестан, учреждений, организаций, глава администрации сельских муниципальных образований и молодежных движений муниципального района. 14 сентября в Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан состоял совещание по вопросу разработки генеральных планов и правил землепользования и застройки поселений под руководством первого заместителя министра Минстроя Республики Дагестан Османова Магомеда Магомеда Саидовича. В рабочем совещании принял участие главный архитектор муниципального района Асаев Резван Ильевич. 18 сентября в единый день голосования состоялись выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Народного Собрания Республики Дагестан в 69 участковых избирательных комиссиях. Выборы прошли без происшествий. Сегодня состоится очередное плановое совещание актива района по вопросу, первое, о деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав за 2015 год и первое полугодие текущего года, второе, о ходе выполнения плана по сбору местных налогов, актуализации земель и участков, оформление государственных кадастров и недвижимости, введение по хозяйственным поселениям в муниципальном образовании. Материалы подготовлены и доведены до этого вопроса. У меня все-таки отличие. Идет подготовка к севу озимых. За истекшее время спаха на 11 тысяч гектаров, говорит и заметен Ирис Биев, начальник управления сельского хозяйства. Продолжается уборка подсолнечника, убрано 5 тысяч гектаров. Выход урожая с одного гектара составляет 12 сетнеров. Также продолжается уборка кукурузы и риса. В хозяйствах района продолжаются полевые работы, связанные с полетом к севу озимых культур, а сегодня спаха наиболее более 11 тысяч гектаров. Идет завершение уборка подсолнечника. В районе уборка подсолнечника на площади 5 тысяч гектаров. Средний уважаемый статус на отметке 12 с одного гектара продолжается уборка кукурузы и винограда. На прошлой неделе поступили к уборке риса в районе. Сегодня по стабильности уровня Майташ будем выезжать освещать и трудовые работы по уловке риса в соседней хозяйстве нашего района. Уголение сельского хозяйства, работа и планов, и с тех проблем, и с джанами. В этом году первый класс пошли 3 014 детей, говорит Абдуллаев, начальник районного управления образования. Это на 83 больше, чем показатель 2015 года. В школах продолжается мероприятие, посвященное Дню Белых Журавлей. Процесс образовательного учреждения в штатном режиме. Основная работа сейчас заключается у нас в составлении отчетов ОШ-1, где соберем полную информацию по каждому обозвательному учреждению отдельно. Во всех обозвательных учреждениях, начальник реализации Майских конкурентов Российской Федерации, это создание группы краткового содержания для представления дошкольного образовательного стандарта. Этот стандарт у нас и в прошлом году был 100% охват. Организацию мы получили по рейтингу системы 10 баллов в район. И думаю, это будет уже отметить, что 100% охвата у нас здесь. В первый класс в этом году пошли 3 тысячи 14 детей. Это на 83 детей больше, чем в прошлом году. В целом в районе количество детей составляет на 202 детей больше, чем в прошлом году. Но выпускных классов у нас в этом году отсутствует в пяти школах. У нас уменьшается количество детей младших классов, но выпускных классов у нас в Евгении будет в пяти школах. И это предварительные данные, потом после того, как мы составим отчет ОШ-1, полная картина у нас будет облегчена в районной газете. В районе проводятся много мероприятий и конкурсов, и другие кланы мероприятий по линии Министерства образования и института. И по итогам районных мероприятий принимаются республиканские мероприятия. В данное время во всех образовательных учреждениях идет организация проекта «Дни белых жиловей». Это тот, что расходим завтра, и это третий год на должном уровне. В первую по 15 сентября идет акция, всероссийская акция, финансовая грамотность образовательных учреждений. Ребята Адельханова, заведующая центральной районной поликлиникой, информировала о приеме больных и о выездах врачебных бригад. На прошедшую неделю в поликлинике было принято 1640 пациентов, из них 680 детей. По итогам прошедшей Махачкале конференции «Защита прав пациентов с редкими генетическими заболеваниями» 14 сентября мы отправили в поликлинике и семинарными детскими специалистами, и со всеми педиатрами района. Были обсуждены методы лечения и введения больных с редкими заболеваниями и обменом веществ. По скорой помощи получили следующую информацию. За неделю было 315 вызовов, из них 40 больных инспектиризированы. 15 сентября в результате взрыва на АЗС было трое пострадавших. Все они скорой помощью были доставлены в травматологическое отделение Хасавертовское ЦДБ. 16 сентября они переведены в ожоговый центр города Махачкала. Инвалидность за неделю получили 66 больных, из них первичные 18 человек. Медицинские работники приняли активное участие в выборах в Государственную Думу. Во всех лечебных учреждениях работали ответственные бежурные врачи. Вызовов скорой помощи на избирательном участке не было. В госпиталь ветеранов мы направили на лечение 3 человека, на санаторно-курортное лечение в Каспии 1 и в Тарнаер 3 больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Эпидемиологическая обстановка в районе благополучная. Котельное хозяйство нормально? Скоро уже наступает холода? Ну вот, этот вопрос мы поставим на совещание, в 4-й год будет совещание со всеми главными врачами, и будем обсуждать один из этих вопросов. Атьката Заматова, начальник управления социальной защиты населения, говорила о финансировании ЖКУ по пособиям по уходу за ребенком и единовременные выплаты по рождению ребенка. По управлению социальной защиты населения на сегодняшний день финансирование поступило по категории ЖКУ, Федеральная категория инвалиды или дети-инвалиды, по пособиям уход до полутора лет и единовременно на рождение ребенка. Также по категории ЖКУ поступило троим вдовам-афганцам ежемесячное пособие. По всем остальным категориям, за исключением педагогов, которым вот буквально в четверг мы сдадим ведомости на почту, а банк мы уже перечислили, за сентябрь и частично октябрь есть финансирование. Сентябрь и частично октябрь 2015 года. В 2016 год идет полная неоплата. Также идет полная неоплата по категории реабилитированные лица с января месяца, МДС с января месяца, ветераны труда с марта месяца. Во многих центрах традиционной культуры народа России, по-соеве Турского района, прошли мероприятия, посвященные Дню Единства народа Дагестана, говорит Идрис Загалов, начальник отдела культуры, информационной политики и туризма. В рамках реализации республиканского плана мероприятий, празднование Дня Единства Дагестана, с 13 по 15 число, с учреждениями, которые они проведены, начали сами в начале дни проведения, в центре и туризма культуры народа России. Среди Батащурт и Азима Иджакатюр прошел круглый стол на тему Единства народа Дагестана – наша Сила, на котором приняли участие 35 человек, каждым участниками круглого стола были и главные муниципальные образования Батащурт и Азима Иджакатюр. В 14 сентября прошло совместное мероприятие Центра традиционного культуры Букрыг и Центра традиционного культуры Нурадилова прошел познавательный час на тему «Мы вместе с дружбой и сильней» со школьниками Центра традиционного культуры Нурадилова, где принял участие более 50 человек. Центра традиционного культуры Нурадилова Тугита в рамках Дня Единства народа Дагестана провели мероприятие под названием «Бертин». Участниками ценного представления стали школьники старших классов школы более 70 человек. Участники мероприятия танцевали, пели, отвечали на различные вопросы о своем крае, о печах народа Дагестана. В сельском доме конкурсии «Намаксо» прошел музыкальный поэтический час от Чагмой Дагестана, на котором присутствовали более 70 человек и международного возраста. Также интересные мероприятия прошли в Центре Смис-Чали. В рамках Дня Единства Дагестана проведено мероприятие под названием «Мой Дагестан». Участниками ценного представления стали школьники старших классов школы. Были показаны традиции обечья Дагестана, участники мероприятия, будущая самодеятельность, программы, в которую вошли стихи, танцы, песни, юмор Дагестана. А также были продемонстрированы национальные кухни, где каждый пустой судьбок попробовал угощение. Потом мероприятия прошли во всех учреждениях Центрического района. Это единство остальных более 600 человек участниками этого дня. Все мероприятия проведено очень много. Время вышло более трех мероприятий проведено в нашей программе культуры. О спортивных успехах наших вольников говорил Ахмед Исаков, начальник физико-культуры, спорта и туризма. Он говорил также о работе молодежи. У нас с 15 по 18 число в Грузии в Грузии в Грузии проходило в первенстве мира по вольной борьбе. Среди юноши из состава сборной России в Успаре 5-й регистрации. Из них два спортсмена из ХССР и Крючев, и Крючев, и Брючев, и Анонос. Первое место занял у нас в Шахиде, в третьем месте занял Абрахмана из Северки. Ученик 11 класса. У нас в Грузии Анады проходило первенство России по тайскому боксу. Ксения юночная двух классов 100, это 14-15 лет. В составе сборной Кагистана выступали на шахиде спортсменов, и все стали прижированы. Четыре первых места и одно второе место. Все прижировались в Грузии и по расчету. И здесь уничтожают села Новокостяк, и уничтожают курс сухого. У нас в 8-го по 18 число в Грузии есть проходили все российские соревнования по футболу. Золотой голос, они станут представлять наши соревнования по футболу. Они стали бронзовым. И у нас в эти выходные, в 24-25, в селе Новодиево проводится у нас открытый чемпионат по волейболу. Сетим у всех команд, идет по волейболу, сетим у всех команд, идет подготовка. И мы проведем его на хорошем высоком уровне. Работаем по плану. И Маунтин Кантауров с межведомственной комиссии на истекшей неделе посетил селиний Бамматюрт. С его слов, проверено 16 объектов торговли. В 14 не имеются разрешительные документы, говорит он. На прошлом неделе начали работу в селе Ниба Матюрт. На данный момент пока проверено 16 объектов предпринимательства. Из них 14 объектов нерегистрированы. На момент проверки 2 объекта были зарегистрированы. 3 человек без трудовых соглашений. Написано 5 протоколов. И всем нерегистрировано, выданное уведомление. Данные сроки по данному СУУ работа не завершена. Из-за этого пока на данный момент подавших заявлений нет. Также о работе в своих отделах информировали Буша Алимагаммаев, начальник финансового управления. Руслан Чараев, главный специалист отдела по работе с обращением граждан. Он же ответственный за предоставление информации в Риадагистан и сайт муниципального образования Хасаевтовский район. А Гирей Гиреев, начальник полиции отдела муниципальных дел Российской Федерации по Хасаевтовскому району, доложил о криминогенной обстановке. За истывающую неделю в районе зарегистрированы 7 преступлений и все они раскрыты. Совершение прошло в духе требовательности, где всем руководителям структурного подразделения были определены задачи на текущую неделю.